Добрый вечер дорогие друзья меня зовут Игорь Яковенко 20.00 московское время и как мы и договаривались наш дорогой долгожданный гость Виктор Шандорович Виктор Анатольевич я вас приветствую вот значит ну понятно тем тема понятно что вы думаете по поводу происходящего в нашей либеральной общественности узнали вы что-то новое для себя о таких людях как бенедиктов например волков и так далее ну немножечко узнал немножечко узнал конечно подробные подробности некоторые узнал иногда иногда существенные тут есть как всегда несколько крупностей как в кино так вот этот вот крупный план средний общий на крупном плане на крупном плане и самая печальная вещь на общем плане скажем так скажем так без подробностей сначала с общего плана на общем плане очередной срач так сказать простите мой французский да в предактор я прошу прощения это международный термин уже как спутник уже да 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 это я же кстати я же кстати его кажется первый написал латинскими буквами сказал что это вот да это уже да вот такие вот такой большой радости да к большой радости я бы не сказал даже оппозиции я бы сказал после 22 4 февраля прошлого года я написал ошибочно что если что-то хорошее происходящем есть то абсолютная ясная маркировка добра и зла вот добро вот злой собственно вот линия маркировки ты за войну ты за убийство или ты против войны и за наказание убийц собственно все и 3 марта прошлого года я после в день закрытия эхо москвы я написал письмо венедиктову о том что все все старые занозы я вынимаю потому что все наши да там конфликты которые под собой были очень серьезные основания и тем не менее мне как-то показалось и сейчас кажется что на фоне поддержки не поддержки войны и на фоне того что эхо закрыто было именно за противостояние многолетнее противостояние да всему этому все остальное не так важно я писал добро и зло маркировано мы один на одном проведена граница мне казалось 24 февраля прошлого года что как-то все очень ясно стало трагично но ясно вот как сказать белорусском вокзале да вот кругом свои впереди враг и наше дело правое мы можем проиграть мы можем да сколько угодно но с точки зрения этической нравственной вот свои вот чужие я ошибался многократно ошибся многократно потому что за это время количество срачей между своими превзошло всем вообще представление по любой линии надрыва по любой перфорации остался ли уехал то есть так и тогда уехал или тогда уехал к какой формулировке уехал какую формулировке остался можно ли можно ли делать это можно ли делать огромное количество разрывов причем так все всерьез с оскорблениями между людьми которые по идее должны были объединиться посовершенно очевидный по совершенно очевидно И вот по этому по этому общему плану происходящее чудовищно печально. Чудовищно печально. Я бы не сказал, что я бы не сказал, что можно говорить об оппозиции. Речь идет не об оппозиции. Речь идет о таком смысловом водоразделе. Не о политической, по крайней мере, оппозиции. Это на общем плане. Это очень печально и даже уже не драматично, а в каком-то смысле даже, может, и комично, но очень печально и тоскливо. И действительно, господи боже мой, на Лубянке и Старой площади только занимают ряда в партерии и просят чашку кофе посмотреть, как это все происходит. На более крупных планах. Я, конечно, вижу серьезный, очевидный конфликт интересов в деятельности Венедиктова. Я не подозревал о его, то есть он был и раньше, но я не подозревал о его размерах и, так сказать, материальной подоплеки. Здесь можно возразить, что опять-таки, значит, вот как некоторое золотое сечение. Они друг на друга охотятся. Но я прошу прощения. Этот послековидный кашель будет прерывать время от времени наш разговор. Мы говорили о более крупных планах. Очевиден конфликт интересов в случае с Венедиктовым. Его попытка увести разговор в цифры «вот столько я получил, настолько я издал, столько своих, столько чужих» это детский лепет. Не в том смысле, что это неверные цифры. Я не бухгалтер, не аудитор. А в том смысле, что речь-то о другом. Речь о другом. Речь о том, что человек, получающий такие суммы, вообще какие бы то ни было суммы, от одного из бенефициаров выборов, за которыми он следит, это вещь довольно странная и очевидно странная. И дело не в размерах, там, нисколько получал тот или другой и украл или не украл, собственно говоря, само получение такого заказа. Как выглядят тендеры при Путине, да, собственно, не при Собянине, да, собственно, при Лужкове, как выглядят эти тендеры, мы примерно представляем себе. Что такое выиграть тендер при Собянине? Ну, я не пробовал, но я не выиграл тендер на телеведущего. Вот как-то выигрывал, выигрывал, был телезвездой, а потом проиграл тендер. Потом выяснилось, что просто неинтересно, надоел. Проиграл тендер. Поэтому мы это просто прекрасно представляем. Это все очень плохо пахнет. И это, очевидно, плохо пахнет. Это именно что запах. Ведь речь не идет о том, мы не в суде, где вот вы предъявите, вот давайте посмотрим это, вот эту цифру, эту цифру. Тут репутация и тут запах. Запах плохой. Нужно ли, это вчера в каком-то из эфиров, когда меня спросила ведущая, а имел ли право там Волков все это говорить, если он сам вот такой-сякой порочной постановкой вопроса, потому что это называется сам дурак. Это вы мне предъявляете, условно говоря, мое воровство, а я вам говорю, а вы зубы не чистите, да? А вы вот у вас правописание хромает. Это не разговор, это в пользу бедных. Не надо быть белым совсем, не надо быть, так сказать, ангелом и всем в белом, чтобы вступать в полемику. Интересовать нас должно правда или неправда, а не кто это сказал, да? Свой или чужой. И свой он или чужой. Нас должно интересовать правда или неправда. Потому что иначе мир делится на своих и чужих, и своим, как известно, все, врагам закон. Это мы проходили, это мы видим. Значит, что печально? Печально ли то, что история с Волковым? Она печальная, но она же удивительно парадоксальным образом и обнадеживающая. Смотрите, в случае с Волковым мы видим очевидно сомнительный поступок, очевидно тоже очень плоховатый. Про мотивы можно спорить, но плоховатый поступок. Но мы видим немедленную реакцию самого Волкова. Немедленная отставка. Я не знаю, что происходило у них там внутри ФБК. Но, тем не менее, немедленная отставка. И эта вещь, на мой взгляд, в общем, вполне духоподъемная. Это означает, что правило репутации работает. Просто как у больших, как у взрослых. Как на Западе. Где человек, оказавшийся замешанным в таком подлоге и в такой истории, не может оставаться больше на руководящем посту и автоматически уходит. Автоматически. Это западный стандарт, который мы у нас не видим. И тут в чем парадокс? В том, что противники Путина, вот такие, как Волков, попавшись на то, что они не белые, вынуждены, я надеюсь, уходить в отставку. А наши оппоненты, которых поймали тысячу раз на ни одной тяжелой статье Уголовного кодекса, просто, по которой их нельзя было всех судить, просто почти всех. То есть убийство, развязывание войны, захват власти. Я уж о коррупции не говорю, там о воровстве, грабеже, убийство. Убийство. Человек попался, страной руководит человек, который многократно попался на заказных убийствах, на заказчик убийств. Как с гуся вода, как ни в чем не бывало. И парадоксальным образом, вот тут можно поспорить, вот такие решения, как отставка Волкова. Правильно ли это или нет? Правильно, правильно. Потому что система важнее персонали, потому что реакция на ошибку гораздо важнее, больше характеризует систему. И вот я надеюсь, что это, если сказать что-то положительное, то вот это вот реакция на ошибку. С другой стороны, хочу заметить, что никаких примет деятельного раскаяния Алексея Алексеевича Виндиктова не замечено. Он твердо стоит на свое. Твердо стоит на свое, как ни в чем не бывало. Это, мне кажется, печально. Еще печально, мне кажется, расплюсование. Вот непременно нужно выбрать, что один из них должен быть хороший, а другой плохой. Если хороший Виндиктов, то плохой Волков. Или наоборот. По мне, оба не в лучшем виде, мягко говоря, в этой истории, но по мне же, те, кто вообще немедленно выбрасывает вон все хорошее, что сделано Волковым и ФБК в течение многих лет, это были очень важные инструменты гражданского общества. Чуть ли не последние успешные инструменты гражданского общества. И противостояние. То, что сделано ФБК, и будет еще сделано, я надеюсь, в области расследований, в области противостояния, информационного в том числе, противостояния коррупционной системе. Я уже не говорю о том, что сделано эхом Москвы под руководством Венедиктова. Те люди, которые, как только выясняется, что Венедиктов не белый, не пушистый, говорят, ах, все, пропаден враг, не говорите мне больше о нем. И эхо продажное, эхо немедленно, я тут же читаю. Вот это пошлость. И вот эта катастрофа тоже, ну, комментальная катастрофа. Катастрофа немедленно сразу все выбросить. Раз ты не белый, не белый, пушистый, сразу никакие, все, что ты делал, тоже обнуляется. Это плохо. То, что мы не способны отделить зерна от плевел, то, что мы не способны, собственно говоря, объемно видеть ситуацию, объемно видеть и людей, объемно видеть и ситуацию, и вклад, да, не способны. И что делимся на своих и чужих. И меня это удручает, то, что очень хорошие люди, мои друзья, близкие мне люди, немедленно считаю, большинство из них, многие из них, посчитали, нужно немедленно занять позицию за или против Венедиктова или Волка, соответственно, диаметрами. Меня это удручает, честно говоря. И, конечно, совокупный ущерб, ну, очень жалко, что и тот, и другой серьезным образом дискредитировали собственное дело, то, которому посвятили огромную часть жизни. Но это совершенно не отменяет, на мой вкус, сделанного ими. Вот несколько планов, в которых я рассматриваю эту ситуацию. Спасибо. Ну, вот, смотрите, несколько вопросов, которые здесь возникают. Вопрос первый. Я по отдельности буду задавать, чтобы не, так сказать, вкус не свалить. Вопрос первый. Вот тот, та совершенно диаметрально противоположная реакция, значит, у Венедиктова и Волкова, и диаметрально противоположная реакция окружения, группа поддержки, если сторонники Венедиктова горячо бросились его защищать, просто, ну, просто наокмашь защищать, просто как торпедами тот же самый Пархоменко и другие, просто вот с копьем наперевес, или с мечом, со шпагой на галон бросились защищать, вообще, так сказать, безоговорочно, то в команде Навального там было, так сказать, такое спокойное признание, да, виноват, да, будем разбираться и так далее. Причем, если говорить о масштабе содеянного, то это отдельный будет вопрос, и я хотел бы, чтобы мы эту тему отдельно обсудили, о масштабе содеянного, то, так сказать, да, очень плохо, что Волков начал врать, это нехорошо, что он начал отказываться говорить о том, что его подпись там была сфотошоплена, хотя на самом деле всем известно, что там происходило, действительно подписывал, зря начал врать, нехорошо, но в целом его подпись стоит там наряду с подписью достаточно большого количества, наряду с тем же Пархоменко, который тоже подписался за Фридмана и Авена, и там не только Пархоменко, там и Гудков, там и Гозман, и целый ряд других людей, которых никто в этом не обвиняет. Ситуация с Венедиктовым гораздо более тяжелая, гораздо более тяжелая, потому что человек действительно долгое время пропагандировал электронное голосование, очевидно, по всем показаниям, так сказать, это убийство выборов, ну и помимо всего прочего, так сказать, в общем-то, муж, как принято сейчас говорить, топил за Савянина, открыто совершенно, безоговорочно, ну и плюс к этому, так сказать, и когда война началась, то тоже его заявление по поводу того, что, значит, если снаряд попадает в жилой дом, то это не преступление, потому что, ну такие вот снаряды, такие вот ракеты, неточные, это, значит, не умысел, и поэтому это не военное преступление, то есть, ну в общем, позиция достаточно странная, то есть, и когда выясняется, что все это и очень многое другое в совокупности, оказывается, что там есть еще какая-то денежная потоплека, это пахнет очень-очень плохо, как вы совершенно справедливо показали, но пахнет гораздо более густой, и вот у меня есть гипотеза, почему такое различие, Волков, человек тоже обремененный многими грехами, но вот почему диаметрально противоположная позиция и самого Волкова, и самого Венедиктова в ответ на обвинение, и диаметрально противоположная позиция, ну, скажем так, группы поддержки, чем вы как объясняете? Вы знаете, я не знаю, ну, я же оперирую, я вижу ситуацию, я не мониторил ее как социолог, да, я вижу, то есть моя социология, это мой Фейсбук, в котором представлены те и другие, в моем Фейсбуке по понятным причинам гораздо больше людей, близких к Венедиктову и знакомых, работавших с Венедиктов, чем с Волковым, да, хотя я знаком с Волковым, и тоже есть пересечения, я вижу только по ПУ, то, что называется публике, ну, правда, у меня серьезная выборка, потому что у меня очень много подписчиков и у меня открытый Фейсбук, то есть я рискнул открыть комментарии, много чего про себя лишнего узнал, но зато из пузыря вышел основательно. Нет, с той стороны тоже, простите, совершенно категорическое, совершенно, то есть я вижу и такое тоже, я вижу и совершенно категорическую поддержку и не трожьте вообще, не касайтесь там Навального и ФБК, и, значит, и совершенно, то есть симметрично вижу. По понятным причинам возрастным отчасти понимаете, все-таки Венедиктов, и я эмоционально это понимаю очень хорошо, Венедиктов это, ну, такой шлейф положительного тянется с 90-го года, да, радиоэхо Москвы, баррикад Белого дома, там, и так далее, и так далее. Очень много проросло положительных ассоциаций, начали нарастать потом отрицательные, не мне об этом рассказывать, да, то есть вы мне об этом не рассказываете, потому что я был внутри и много чего, да, и много чего про это и говорил, и писал. Поэтому тут понятней, ну, понятней просто количество соратников, вот таких старых, соратников, которых уже, ну да, очень трудно, очень трудно расставаться со старыми друзьями, это понятная вещь, очень трудно признавать сплошь и рядом новую реальность. Этим могу объяснить. Что касается размера садельного, абсолютно с вами согласен, абсолютно, абсолютно. Для меня Волков совершенно, ну, вот, дальше нужно вот о чем говорить. Подпись под письмом в защиту, там, Фридмана и компаний, тут надо говорить о мотивах, да, и когда один, вот как раз с противоположной стороны, неумеренный человек называет, там, Волкова сразу проходимцем и жуликом, и так далее, это ведь тоже не так, и это не так. Материальные подоплеки мы тут не видим. То есть, можно и фантазировать, но это именно фантазии. Я вижу, и я вижу логику, которая оказалась ошибочной, но это Волков и признал. И, видимо, этой же логикой руководствовался Пархоменко. Уж Сергей-то знаю много десятилетий, да, вряд ли ему занес Авин, да, то есть мог попытаться, но я примерно знаю адрес, по которому он бы пошел, да, а значит, нет. Это логика первых месяцев после войны, послевоенных, я его тоже помню, что сейчас надо вбить клин между Путиным и его элитой, а элитой, не я, я уже, слава богу, понимал, но очень многие ошибочно считали по старой памяти Абрамовича, Фридмана, Авена, вот этих всех, что это наша элита, ну-ка, шишки Путина. Так когда-то было, в начале нулевых, и в начале нулевых эта элита могла бы на том печально известном заседании РСПП с Ходорковским встать дружно рядом с Ходором, да, и не было бы дела Ходора, Путин тогда еще не окреп настолько, чтобы идти против всех олигархов. Тогда, думаю, нет, ну, по крайней мере. Я согласен, это не так. Это частность. Ну да, это мелочи. Это не то чтобы мелочи, но это частности. Значит, в третьем году, во втором-третьем году, когда Путин приходил к власти, креп, когда заключал это шашлычное соглашение о том, что все в политику только через него, когда строил новые правила игры, Волошин для него, с бизнесом, да, и когда бизнес подписался под эти правила игры, и когда олигархи перестали быть олигархами, перестали быть бизнесменами, а стали просто кошельками Путина, вот так до этого они еще были элиты, они могли на что-то влиять. Очень давно, ну очень давно, а уж с 12-го года какого-нибудь, господи боже мой. Патрушев, Патрушев и Бортников, да, и Сечин, братья Кобыльчуки, а в новейшее время Кадыров, Пригожин, вот элита России, да, с суровиким какой-нибудь, гораздо больше элита, прости господи, чем любой Фридман Савин вместе взят. Поэтому это было ошибкой, я думаю, что это просто было ошибкой. Полагаю, что добросовестный, что надо вывести Фридман Савином из-под санкций, их всех, они, так сказать, каким-то образом попытаются изнутри изменить через свои влияния, изменить и что-то сделать внутри России. Это была ошибка. Это была ошибка, которую, собственно, я думаю, все сегодня уже понимают. Но коррупционной прямой составляющей там не было. Ну, по крайней мере, она никем не предъявлена и не очевидна. Можно догадываться, но это только догадки. В случае с Венедиктовым все очень серьезно пахнет плохо. Что, правда, хочу сказать, ну, по крайней мере, как я это ощущал и продолжаю ощущать. Мне кажется, ну, немножечко Алексей Алексей заигрался в близость к власти давно. Делал он это не для, не в коррупционных целях, он это делал для существования Эхо Москвы. Это для него абсолютный был приоритет. И мне кажется, что электронное голосование и постыдная позиция Венедиктова в истории с электронным голосованием это не расплата за значит, гранты от Собянина, за смету от Собянина. Это не тут баш на баш происходит, а в районе Арбата 11. Электронное голосование, по моему, по моему ощущению, это расплата Венедиктова за существование Эхо Москвы. Он, собственно, я об этом много раз говорил до всей этой истории. Он, собственно, репутацией, собственным двусмысленным, да, переходом в люди двусмысленные, вот этим питьем, да, посещением, как сказано, да, в Библии собрания непристовища, регулярным посещением собраний непристойных, регулярной дружбой с непристойными, да, совместными какими-то возлияниями, договоренностями. Он сохранял Эхо Москвы. Поэтому он оставался главным редактором даже во время чудовищных конфликтов, которые трясли редакцию, даже во время Леси Рябцевой, да, когда на Лесю Рябцеву обменяли Тихона, Дзитко, Каспарова, там, Альбатс, огромное количество спикеров, да, ну, то есть немыслимая вещь, немыслимая вещь, меня были готовы в обмене. Значит, но в это время он оставался главным редактором, побеждал на выборах. Почему? Потому что все понимали, все, что редактором Эхо Москвы может быть и Бунтман, и Варфоломеев, и там, Королева Марина, и кто, никто угодно, но многие могут быть, да, редактором радио Эхо Москвы, и радио будет прекрасно работать. Но крыши у него не будет без Венедиктова. Венедиктов был крышей. Венедиктов был, как его спроверили, Капо. Он общался с администрацией концлагеря, сохраняя жизни этих евреев. Прости, Господи, за эту метафору. Да? Он сохранял площадку ценой этих компромиссов. Дальше отдельный вопрос. Да, стоили ли эти компромиссы этой площадки? Ну, на мой взгляд, стоили. По крайней мере, я не имею права предъявлять это Венедиктову, потому что мои прямые эфиры на эхе Москвы в течение последних десяти, как минимум, лет, а уж после Крыма точно, были куплены двусмысленным поведением Венедиктова. В частности. Вы сейчас в точности фактически воспроизводите реплику Михаила Ходорковского, который сказал, что предъявлять претензии эху Москвы и Венедиктову может только тот, кто никогда не пользовался услугой. Да, он сказал Венедиктову и Собянину может только тот, кто никогда не пользовался услугами Венедиктова, Эха и Собянина. То есть это как бы... Я все-таки разделяю с вашего позволения Венедиктова и Собянина в области целеблагания. Я просто цитату воспроизвожу полностью. Да, 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 понятно. Искажения. Но в данном случае даже если убрать Собянина, то получается ну такая так себе так себе позиция. Понимаете? Ведь ну строго говоря ведь произошло следующее. Значит, мы же с вами прекрасно понимаем, почему, кстати говоря, к вопросу о том, так сказать, могли ли участники РСПП восстать в момент был ли этот бунт эффективен. Я абсолютно убежен, что нет, потому что хребет в стране был сломан в момент, когда убили НТВ и ничего бы они уже не сделали, так сказать, их бы просто тихо передушили по одному и ни одного писка бы страна не услышала, потому что в стране был уже выключен свет и звук. Ну просто некуда было бы кричать ни Фридману, ни Авену, ни Дерипаске. Коготок увяз, когда все радовались гибели, ну так сказать, обрушению Гусилского. Это правда. Это все уже. Ну вообще на самом деле стрелочный перевод был значительно раньше, в 99-м году, когда все проголосовали, в том числе так называемые приличные люди проголосовали, включали Явлинского, проголосовали за Путина как главу правительства. Все, операция «Приемник» пошла, на рельсы и так далее. Кстати говоря, вам не кажется удивительным совпадением, просто потрясающей рифмой, вот Венедиктов делал все, что он делал, пожертвовал репутацией и всем остальным ради того, чтобы сохранить эхо Москвы. Явлинский на протяжении длительного периода жертвовал абсолютно всем и практически там уже от репутации ничего не осталось, только ради того, чтобы сохранить яблоко, партию. То есть это вот... А можно продолжить, можно продолжить, Чубайс, да, тоже поддерживал Путина и Чеченскую войну, для того, чтобы сохранить влияние в экономическом, да, на экономический курс правительства. Я по этому поводу, по этому поводу в сотый раз процитирую блестящую шутку Андрея Кнышева о том, что мальчик женился на богатой старушке, чтобы войти в ее наследство, а когда мальчик умер, все его игрушки достались ей. Вот этой короткой блестящей шуткой описываются отношения либеральной общественности Путина. Каждый думал каким-то образом использовать нового. Ну уж так получилось, что он новый, но что же его не использовать? Да? Сохранить партию, обеспечить либеральный курс, да, вот это все, вот это все, да? Вот это все. Но, но, секундочку, тут я должен все-таки заметить. Еще раз, по большому счету, опять с крупного плана переезжаем на общий план. Это ведь вопрос меры компромиссов, да? То есть вот есть Новодворская, есть Александр Николаевич Яковлев, условно говоря, да? На прошлый, я специально беру прошлый виток, потому что он, все это остыло и видно издалека, лава застыла и можно уже изучать, да, как историку. Вот была Новодворская, да, не грамма компромисса, не грамма компромисса. Она сама с потрясающей иронией к этому относилась, да, про то, что выхожу я вся в белом, да? Но тем не менее, не грамма компромисса. Своей судьбой заплачено ни одного отступления. Габачев преступник, все, кто компартия, все преступники, всех судьб. И был тот самый Горбачев, по версии Новодворской преступник, которому, однако, вместе с Александром Николаевичем Яковлевым, все члены ЦК, коммунисты с Леднякового периода, бог знает что, Да? Которым на двоих, да, с помощью коммуниста Бовина, коммуниста такого, коммуниста сякого, группы коммунистов межрегиональной депутатской группы, удалось повернуть историю страны и выпустить Сахарова, и сделать так, чтобы Новодворская могла разговаривать, а не сидеть в психушке и так далее. Опять-таки, по-человечески, ну, даже, нет, не скажу, что Новодворская ближе мне по-человечески, она недостижимый идеал, абсолютный, да, это стрелка, указывающая на полюс, да, вот это, это белое, это черное, и не грамма компромисса. Значит, вопрос в том, как мы относимся, в принципе, к компромиссу, это вопрос принципиальный, дальше вопрос тактический, какой компромисс, до какой степени это, я использую, да, а до какой степени меня используют, это всегда взаимный процесс. У Путина с Вендиктовым, с эхо Москвы, так и было. Кто кого использовал? Использовал ли Путин Вендиктова? Вовсю, вовсю. Использовал ли Вендиктов Путина? Вовсю, потому что эхо, повторяю, останется последней площадкой, оставалось, до 2-го или 3-го марта прошлого года. Площадка, из которой звучала бесцензурная оппозиционная речь. Была еще новая газета, тоже со своими ограничениями, со своими красными линиями. И я, так сказать, с равной досадой отношусь к людям, которые, так сказать, нахлёстывают по щекам там Венедиктова и Муратова за компромиссы. И вы помните, Муратову выкатывали, что он во время Нобелевской речи не выступил там за Навального, в защиту Навального. А вот белые польты, которые хлещут по щекам, при том, что совершенно понятно, что меры компромисса уже Венедиктов и Муратов очень точно представляют, где проходит эта красная линия. Изо всех сил пытались, пытались, даже, когда нельзя было писать слово «война», Муратов выпускал новую газету, где не было слова «война». упрекать его за это, упрекать за то, что он не вышел с табличкой «Позор Путину к ФСБ». А как мы относимся к компромиссам? В принципе. Потому что дальше второй вопрос, и это вопрос уже оценочный. И тут нельзя посчитать, это не счетная вещь, это не математика. Да? Дальше вопрос. Считаете ли вы, что 10 лет существования «Эхо Москвы» и возможности такой площадки свободной речи все-таки с миллионной аудиторией, больше, чем миллионной, и новой газеты, давайте через запятую скажем, что это стоило этих компромиссов? Мне трудно судить, потому что я внутри. Я не слушал «Эхо Москвы». Я его, я им отчасти был. Поэтому от меня объективной оценки вы ждать не можете. Я только знаю, и я ведь говорю только о себе, я не имею права предъявлять «Венедиктов». Да? Те, кто не ходили на «Эхо Москвы» и, может, не слушали его, говорят, какого черта эта радиостанция? А тут фальсификация выборов. Да? Меня тоже увольте пытаться взвешивать и одобрять фальсификацию выборов с помощью электронного голосования. Просто я говорю, что мне, если быть последовательным, то надо было просто поступить так, как поступил, не знаю, Каспаров, Альбатс, очень многие. Я список полный не помню. Людей, которые сказали, ноги моей не будет там, да, вот здесь. В этом гнезде порока Собянинского. Ну да, но я в свое время еще до всех перечисленных вами людей публично высказал все, что я думал про Венедиктову и отказался приходить на Эхо Москвы даже к своему очень большому другу, Володе Карамурзе, старшему, хотя тяжело отказывать именно ему. Но я к нему ходил на свободу и не ходил на Эхо Москвы и отказался публиковаться на сайте. Потому что я считаю, что по совокупности был момент, когда, так сказать, когда компромисс перешел в красную черту и стал в большей степени игрой в ту сторону. Это вот был такой момент. Ну, это можно обсуждать, здесь можно... Я даже не спорю, потому что это оценочные вещи. И, то есть, наоборот, это субъективные вещи, это нельзя взвесить, да, и вот как штангу штангиста, кто более. Невозможно. Ну, тем не менее, можно такой анализ произвести, но это тема такого отдельного самостоятельного разговора с конкретикой, с цифрами. Если говорить о различии, мне кажется, важно на этом остановиться. Все-таки почему вот такая разная реакция у команды, у самого Волкова и у его команды, она безоговорочно, вся эта команда, я говорю не о фанатах, которые есть и с той, и с другой стороны, я говорю именно о команде. И команда, в общем, признала то, что да, действительно, это нехорошо. Отдельно сейчас надо остановиться на том, почему это нехорошо. В случае как раз с этим самым, с Волком, более-менее понятно, что здесь был определенный конфликт ролей, потому что Волков, которые, кстати говоря, того же Авена, они включили в свой список санкционных шести тысяч, там Авен был францем этого списка. То есть одной рукой команда Навального включает человека в санкционные списки, а другой рукой в лице Волкова она пытается их оттуда вытащить. Он написал, собственно, признал, что он это сделал без согласования. Да. И это абсолютно и справедливо ушло в отставку сразу. Почему в случае здесь было все признано и, что называется, была покаянная голова посыпана пеплом, а в случае с Венедиктовым все, так сказать, бодро и никаких проблем, и все здорово, и, что называется, так сказать, никакой реакции. С моей точки зрения, здесь, мне так кажется, все достаточно очевидно, потому что вопрос возникает, а где живет институт репутации? Где он вообще размещается? И этот институт в данном случае живет как-то, в какой-то степени в команде Навального по одной простой причине, потому что это действительно команда, которая существует по определенным правилам и которая сцементирована, еще раз, я очень далек от принадлежности к фанатам Навального и команды ФБК, но, тем не менее, там есть какие-то правила. Что касается вот группы поддержки Венедиктова и всего того сообщества экспертов, журналистов, мыслителей, творческих людей, которые были вокруг Эхо Москвы, то это та самая, я не знаю, нравится ли вам, скорее всего, нет, этот термин либеральная тусовка, которая объединена именно вокруг личности, это что-то похожее на то, что объединяет яблоко, то есть объединяется вокруг личности, и там совершенно не важно, так сказать, что делает человек, человек может совершать любую подлость, я имею в виду в данном случае Григорий Алексеевич Гевлинского, все равно за ним будут идти даже такие вроде бы достойные люди, как Вишневский и Шлозберг, и они будут поддерживать его, что бы он ни сделал, даже если он будет, так сказать, публично есть маленьких детей. Нет, смотри, Игорь, давайте вступлю в диалог, не бьется тезис, мне кажется, параллель не очень работает, вот почему в условной либеральной тусовке, которая защищает Венедиктова, ну, огромное количество людей, совершенно самодостаточных, и, мягко говоря, не нуждают, да, Муратов и Пархоменко, они существуют сами по себе уже никак не меньше Венедиктова, да, то есть это, так сказать, люди, не объединенные никакой зависимостью, ни у Пархоменко, ни у Муратова нет зависимости от Венедиктова, ушло с другим Вишневского, есть зависимость от Явлинского, ну, собственно говоря, они, как и покойный Сергей Адамович Ковалев, как и Шейнцес, как очень многие, не многие, но, так сказать, достойнейшие, прекрасные, героические, вполне люди, отдельно, да, но вся их политическая деятельность, небольшие возможности политической деятельности, то, что Борис Лазаревич может оказывать какую-то помощь в Питере кому-то, да, он может это оказывать только как депутат, да, то есть если с него соскрести Бейджик, на котором Явлинский, понимаете, то Лазарев, Шлозберг, Борис Лазаревич Вишневский, Шлозберг, они теряют номенклатурную силу, они даже то, немногое, что могут сегодня сделать, не смогут сделать, и там прямая зависимость, что они там про себя думают, про Явлинского, можно только догадаться, простите, да, что они думают про все это, но им деваться некуда, потому что, если Шлозберг выйдет из яблока, то он, ну, просто так, то он кто? Ну, он просто Шлозберг, он может выйти в пикет, и его, значит, заберут в СИЗО и посадят, вот и все, то есть он не может никаких инициатив, Вишневский, который, да, только в Питере, но в Питере он, тем не менее, он может помочь кому-то сделать что-то и так далее, поэтому это разные истории, разные истории, мне кажется, что тут аналогия не бьет. Я позволю себе все-таки не согласиться. Дело в том, что при всей самодостаточности таких людей, как Пархоменко и другие, тем не менее, без трибуны эхо, что называется, каждый из этих людей, что называется, летел бы с одним крылом. Это очевидно. Так секундочку, так и я бы летел с одним крылом. Секунду, подождите, но эхо-то сейчас нет, мы же говорим о мотивах поддержки в 23-м году. Согласен. А дальше возникает следующая история. Дело в том, что то, почему я ушел с эхо, это же было до электронного голосования, я ушел с эхо по той причине, что с моей точки зрения Алексей Алексеевич Венедиктов целенаправленно уничтожал нормы журналистики. Целенаправленно уничтожал нормы журналистики и в какой-то степени вообще моральные нормы. То есть, та школа журналистики, которая ведет свое начало от Леси Рябцевой, от стремления хамским образом перебивать собеседника, стравливать их, задавать идиотские вопросы, культивирование, невежество и так далее, личное хамство Венедиктова, аптека за углом и так далее, это совершенно своеобразная такая школа журналистики, которую формировал Венедиктов. Она разрушала все нормы и рвала коммуникации. И поэтому здесь вот этот релятивизм, который насаждался, а что, собственно говоря, почему бы нельзя дружить с Маргаритой Симоньян, например, искренне дружить? Почему нельзя обелять Пескова? Почему нельзя называть Собянина, этого очевидного очевидного фашиста, очевидный уже задолго до войны? Почему нельзя, так сказать, называть его замечательным городоначальником и так далее? То есть, вот этот релятивизм, он в конечном итоге насаждался Венедиктом. Опять, опять прости, вступлю в диалог, вступлю в, опять не соглашусь. Школа Венедиктова, школа Венедиктова, это и Бычкова, и Флингенгауэр, и Королева в свое время, ну Королева сама все, да, тем не менее, Журавлева, это огромное количество замечательных ведущих, да, радио, которое было с огромным отрывом, первым номером в информационном обещании, это школа Венедиктова. Рябцева немножко отдельная, совсем отдельный случай, которым мы не будем касаться, это случай абсолютно персональный, это имеет отношение только персонально к Венедиктову. Это никакая не школа, нет никакой школы Рябцевой, ну нет никакой школы Рябцевой. Это типовое, типовое неверство, типовое хамство, оно просто было удивительно, да, на волнах Эхо Москвы. Вот, да, значит, никакой школы Рябцевой нет. Школа Венедиктова, да, Эхо существует, существовала 30 с лишним лет и демонстрировала замечательную школу. Что же касается, так, вышеперечисленного тобой, дружбы с Симонян, Песковым, Собяниным и так далее. Все это, а также хамство Венедиктова, все это делал сам Венедиктов. Это его персональный стиль. Мне ни разу не было предложено похвалить Собянина или Пескова. Ни одного раза я не услышал никаких претензий по поводу своих эфиров на их и того, что я там говорил. Она говорила, я там немало. И про этих всех персонажей. За гранью фола. Вплоть до того, что пару раз эхо сидело на скамье подсудимых вместе со мной за то, что я в этом эфире говорил. И было на моей стороне. И судилось на моей стороне. Как и в последнем случае с Пригожиным. И было приговорено к штрафу. Выступая на моей стороне. Никаким образом не дистанцировавшись от меня. А то, что... Как руководителю эхо Москвы... Руководителю эхо Москвы... Да, у меня серьезные претензии в эпизоде с Рябцевой. И фигура, которая взорвала изнутри редакцию. Но повторяю. Это вопрос, назовем это тактично, личного недомогания Алексея Алексеевича Венедиктова. Просто личного недомогания. Тяжелого. Некоторой болезни. Да? Которая стоила... Вот так бывает. Вот так бывает. Заболел топ-менеджер немножко. Но школа Венедиктова, если говорить о радио эхо Москвы, школа Венедиктова. Это Воробьев, Фельгенгауэр, Бычкова, Журавлева. Блестящий корреспондент. Две вот эти Лизы, которые сейчас ведут эфир замечательно. И это еще... Да, нет. Я называю просто Старую Гвардию. Да? Ну, Старую Гвардию. Сейчас замечательный новый парень там в основном в эфире. Айрат. Значит, соверши... Айдер, да? Нет, Айрат. Черт возьми, Ахмадеев. Забыл. Забыл фамилию. Это эффект прямого эфира, да? Вылетает. Вылетают из головы, значит, факты и фамилии. А это школа Венедиктова. Это школа Венедиктова. И новостники, я их знаю всех, это школа. И это школа, которую он создавал, да, вместе с Корзуном вначале, Варфоломеевым, Бундманом. Это школа. Поэтому все, что он вот как к редактору «Эхо Москвы», да, то, что такая пиглица, как Леся Ляпцева, умудрилась с ее помощью там, да? Да, потому что было столько порушено внутри, так был порушен коллектив, да? И так были порушены принципы существования. Это да, но это не, повторяю, это не домогание. А то, что он говорил в личном качестве, послушайте, там Проханов что-то говорил в личном качестве, там Стрелков Гиркин мог там сказать что-нибудь, да? Это была площадка. Гиркин не является главным редактором, и Гиркин тоже не главный редактор. Тем не менее, тем не менее, он, он, нет, нет, смотри, он декларировал, нет, лицом «Эхо Москвы», принципом «Эхо Москвы» была открытая площадка, и Виндиктов говорил, вот там кроме фашистов, вот фашистов не пущу. Пускал, конечно, тоже, но это уже второй вопрос, да? То, что там мог девать и ночевать там Марков и Косачев, да, это была плата за меня и компанию, да, и того же Пархоменко и так далее. То есть Латынина, да? То есть это нормально совершенно, это нормально совершенно. Я тут еще раз, здесь дальше вопрос, дальше вопрос, вот такое, оценочный. И оценки, поскольку повторяю, тут посчитать нельзя математически. Ну, может, вы попробуете, но я не возьмусь посчитать математически. Где тут вред, где тут польза? Потому что это мы складываем зеленое с круглым, это невозможно. Здесь какое-то общественное наполнение, вот этот эфир. Сколько людей слушают, как это меняет пейзаж общественный. А с другой стороны, электронное голосование, как это меняет общественный пейзаж. Замерить это невозможно, потому что это, повторяю, зеленое круглое. Да, можно только по ощущению, что это того стоило или это того не стоило. Я тут повторяю, я понимаю, что всякая оценка имеет право на существование. По моей оценке, естественно, стоило. Это, естественно, стоило, потому что десятилетнее существование. Сколько он выиграл у времени, да? Вот если представить себе, что Венедиктов, ну, там, что не Венедиктов, а Альбас, там, да, руководит Эхом Москва. Просто, ну, просто ориентируясь на позицию, да? Чтобы ни с кем не пить, ни с кем не общаться, никаких компромиссов и так далее. Ну, вот мы видим журнал New Times, да? На все компромиссы, на которые могла пойти Женя Альбас, она шла и правильно делала. Но для нее красная линия в одном месте, для Венедиктова в другом. А дальше можно замерять влиятельность. Это игра хаджина-средина в Ишака и богословие, да? Ишака, и мира, и богословие. Кто помрет раньше? Раньше, к сожалению, помер на Средину. Да, и мир здравствует, Ишак не знает Корана, а нету на Средину. Но попытка была совершенно добросовестной проскочить, удержаться. Стоила ли она репутации, сколько она стоила, так сказать, грязи со стороны соратников? Ну, так вот и Муратов, я и про Муратова после Нобелевской, его речи, черт знает чего, прочитал. Стоило сохранять Муратову новую газету? Ну, предложите ему закрыть новую газету и пойти на баррикады просто, без красных линий. Что, мужества не хватает у Димы? Знаете, я думаю, что у него мужества не меньше, чем у нас с вами, мягко говоря. Мягко говоря. И он прошел через такое с новой газетой, похоронив сколько-то журналистов новой газеты, убитых. Я не думаю, что там дефицит мужества. Но, вы знаете, по поводу этих тактик, еще раз, новодворская, тактика новодворской, стрелка на север и все, что не белое, оно не белое. Непременно должно быть это. Непременно это должно быть. Как ориентир, как точный указатель на север. Чтобы вы точно понимали, где север, а где юг, где добро, где зло. Для этого нужна новодворская с абсолютно вот таким вот несгибаемым ясным ориентиром. Но практика показывает, что перемены сплошь и рядом возникают благодаря Александру Николаевичу Яковлеву и Михайловичу Горбачеву. А можем пойти дальше во французскую революцию и заглянуть, кто ее сделал и кто изменил правила, да, кто сделал французскую революцию. А на каком этапе выясняется, что это миробо, да. А мы даже начинаем смотреть, что такое миробо и выясняется, что это такой коррупционер. А какие коррупционеры были? Там такой был распил. Мне больше нравится пример с великой картии вольности. Которая заложила краеугольный камень европейской мировой демократии. Которую организовали абсолютный мерзавец Иоанн Безземельный. Самый мерзкий король в истории Англии. И 35 абсолютных мерзавцев. Отворозков, да. Отворозков. Я специально изучал их биографию. Это редкостные сводочки. Да. Я замечу, да. Ну и замечу... Он поручил выколоть глаза своему старшему брату. То есть такие носители демократии. Да, все еще. Да, ну хорошо. Я только... Я просто замечу. Да, просто ну в этот ряд. Да, отцы основателей Соединенных Штатов Америки были тоже... Некоторые из них были теми еще перцами. И рабовладельцы, и так далее, и так далее. Ну, какие были. А на выходе то, что и мы... На выходе то, что есть. Время такое было, что мы в таких случаях говорят. Да, да, да. Нет. Мы это говорим иронически. Но оно таки действительно такое было. Правда. Единственное, вот в вашем анализе не хватает только одной детали. Это то, что, так сказать, эхо Москвы все-таки это искусственно созданная монополия на плюрализм, которая была, когда убили НТВ, убили ТВ-6, ТВ-С. Да. И просто аккуратненько постригли все поле вокруг и оставили одно эхо. Правильно. Совершенно. Которую, так сказать, игра... Понимаете, это игра с шулерами, которую выиграть невозможно. Что в итоге... Послушай, стоп, стоп, стоп. Что значит, мы же играем не из денег, а лишь бы вечность проводить, сказано у Пушкина, да? Значит, что значит выиграть невозможно? На какой дистанции? Тем не менее, после... Да, Венедиктов в открытую потирал руки, когда закрывали НТВ, там, ТВ-6. Он мне говорил, всем у меня будете, да, в открытую. А что, куда вам деться? Ты же хочешь поговорить где-нибудь? Вот, да, вот иди ко мне, поговоришь. Больше тебе негде теперь. Вот поговорить перед меня. Бесплатно. Замечательно, эффективный менеджер. Нет, без иронии, замечательно. И я пошел, конечно, в то, что я действительно хотел и хочу поговорить. Значит, что тут важно? Искусственную монополию создавал не Венедиктов. Да, не Венедиктов. Венедиктов ею воспользовался. И в какой-то момент, когда уже не потребовалось, до какого-то момента Путину требовалось, я помню, Кандализе Райс, да, предъявляли эхо Москвы. Она там что-то про свободу слова. Это какие времена, Кандализе Райс? Ну, это какое-то лохматые времена. Это лет 12 назад, да, 15, не помню. Да, я только просто Кандализу помню хорошо, чуть ли не в этих коридорах, да, или где-то там. Вот же, вот, да, вот эхо Москвы. Смотрите, что говорят, что хотят, да. Свобода слова есть. Ну, что вы, что вы. Она есть. Но в какой-то момент Путину уже не нужно было. И это Венедиктов убеждал Путина, Громова, кого он там, с кем он там пил Пескова, убеждал сохранить, убеждал, что в их интересах не дотаптывать, а сохранить это, что этот компромисс в их интересах. Венедиктов ценой личного, обрушения личной репутации. Потому что, конечно, вот Корзун ушел, у него одна репутация, вот у Королёва одна, а у него другая. Ценой обрушения репутации он продержал еще десяток лет, пожалуй, десяток, уж после 12-го года точно, продержал эту площадку. И миллионы людей, миллионы людей, и в том числе Навальный, вот я начал об этом говорить, я сам забыл, да? В том числе, я думаю, господи, ребята из ФБК, да? Да кто бы знал вообще, Эхо было при очень сложных, давно отношениях, значит, Венедиктова с Навальным и ФБК, но он регулярно был в эфирах, не было ни одного дела ареста, чтобы корреспонденты Эхо Москвы об этом не рассказывали. Он все время был, да? Миллионы людей просто не знали бы о существовании Навального, потому что был выключен, как выглядит свет. Да? Миллионы людей, тем не менее, о Навальном знали, читали его тексты, слушали с ним интервью и так далее. Это тоже в этом взаимном уничтожении, которому подвергли друг друга Волков и Венедиктов, ну, с той стороны, могли бы это немножечко учесть. Но личная вендетта показалась, связанная с электронным голосованием, именно это уже вендетта. Потому что, ну, на мой вкус, это мой вкус, несопоставимой силой удар, да? Несопоставимой силой, по сравнению в контексте. Так вот, я убежден, что, я убежден, что эта игра с шулерами, а то Венедиктов не знал, что играет с шулерами. Не садиться с шулерами, но, повторяю, мы сделали круг в нашем разговоре, но это значит, я говорю, пошли вы все на, хлопаю дверью, и я могу это сделать. Я, как Виктор Судорович, за которым нету никакого, я сам себе СМИ. Ну, городской сумасшедший. Говорил, какое-то время пустили на телевидение поговорить, потом на радио, сейчас вот сам по себе. Да, в дырочку вот-вот-вот разговариваю с вами и так далее. Значит, ну, я городской сумасшедший с точки зрения влияния на влияния. Я хожу по городу и разговариваю. Ну, в гайд-парке на табуреточку встал, речь сказал, табуреточку взял и ушел. Вот, да, это мой стиль существования, а сегодня и ваш. Да, потому что мы на табуретах сейчас в гайд-парке. Ну, кто-то послушает, может, но это не повлияет никак на электоральный процесс, ни на что. А Венедиктов держал площадку, да, и давал возможность разговаривать на миллионы людей в общей сложности. И посчитать это, я повторяю, посчитать это, вы как-то посчитали, что нет, это проигрыш. Я не уверен, что это проигрыш. На дистанции никуда не делись миллионы людей, которые слушали нас в эфире «Ха Москвы», читали, в том числе Навального. Они никуда не делись. Они сейчас отоптаны, маргинализированы, но они есть. И, повторяю, это арифметическим подсчетам, арифметическому подсчету это не дается. И это оценочная вещь. По мне, я могу только, ну, в ситуации с эфиром Москвы, я могу только сказать, что Венедиктов в каком-то, с эфиром Москвы не журналом Собянинским, да, Венедиктов жертва страсти, я не про Лесю Рябцеву даже, а жертва страсти, потому что для него абсолютным приоритетом было радиоэхо Москвы. Это была и есть, по-моему, его жизнь. Да, это было то, на что он поставил. Это было самое главное. И то, что он свою репутацию личную вот так клал, ну, это такой своеобразный эмоций с цивол, он себя сжигал на этом. И он сжег собственную репутацию. Да? Сжег собственную репутацию. Но эхо Москвы было 10 лет. И забывать об этом тоже нельзя. Я не говорю, чтобы мы под это дело забыли историю с электронным голосованием и с Собяниным. Но это забывать тоже неправильно. Вообще, ни один из планов, помните, там, фильм Антонионе, да? На крупном плане что-то проясняется, конечно, но и общий план тоже выпускать не надо. Хорошо. Ну, на самом деле, здесь много еще есть что сказать, потому что, так сказать, одно дело, когда в какой-то момент люди все-таки проявляют какие-то принципы и говорят, нет, мы так не играем, мы в это дальше не играем. А другое дело, когда, поведя за собой вот эту миллионную аудиторию, ну, не бог весть сколько, но миллионную с лишним аудиторию, в какой-то момент эта аудитория начинает разочаровываться и убеждаться в том... Сегодня, кстати говоря, годовщина 10 марта 1991 года состоялся, видимо, самый крупный митинг в истории советского и постсоветского периода. На Манишке. После этого правильно сделал Борис Николаевич, что Манишку уничтожил, чтобы больше такого количества людей не собиралось, как известно. Там построили, так сказать, торговый центр и понатыкали бронзулеток этих самых безвкусных. Вот. Но это был самый крупный митинг. Видимо, все-таки с тем, что присутствовало на соседних улицах, там все-таки было полмиллиона. Да, это даже можно. Да, я просто к чему? К тому, что вот тогда все, кстати говоря, требовали отставки Горбачева, все тогда возносили вверх Ельцина, все тогда требовали, так сказать, там, ну, понятно, чего требовали и так далее. И вот то, та серия, та череда предательств, которая после этого произошла, она привела к тому, что вот вся эта масса людей в Астуле, это же было огромное количество людей, и вся эта масса людей, которые пошли за этими ораторами, блестящими, пылкими ораторами, она оказалась разочарована, и она оказалась разочарована в демократии вообще. Это правда. Это правда. Это правда. Вот возникает вопрос цена компромисса. Я просто помню хорошо эту цену компромисса, это на моей, на моей шее, на моей голове все это происходило, на моих глазах и на моем организме, когда я был депутатом Госдумы первого созыва, и я видел, как вот этот компромисс, к чему он приводил, к тому, что захлупнулось окно возможностей, ради того, чтобы сохранить там экономические реформы какие-то, значит, ради этого не уничтожалось государственное телевидение, ради этого не было уничтожено КГБ, потому что реформаторам же нужны инструменты насилия, как же иначе, ведь народ же ни хрена не понимает. Понимаете, то есть вот этот, я видел эту цену компромисса, я ее прочувствовал на всей своей вот этой вот биографии на протяжении 30 лет, видел, к чему это приводит, поэтому вот у меня несколько более сложное отношение к тому, что вы говорите. Я думаю, что... Дальше... Нет, спорить с вами не получается, потому что, повторяю, цена компромисса. Вот на Горбачеве с Яковлевым мы увидели, что иногда компромисс приводит к переменам, да? Если бы Яковлев вышел из Компартии Советского Союза, хлопнул бы дверью, да? Ну, да, понятно. Вот реформаторы бы хлопнули дверью, да? Ну, остались бы там Лигачев и Гришин, бы нам еще лет 10-15 правили, да, пока они померли бы. И еще там все это продолжалось. Иногда мы выигрываем, да? Иногда история кладет карту вот так, иногда так, иногда направо, иногда налево, иногда проигрываем. Если бы знать, заглянуть в конец учебника невозможно. Заглянуть в конец учебника невозможно. И в тот момент, когда вот стоит какой-то, я не был никогда депутатом, слава богу, да, но я представляю себе. Я помню, у вас замечательный опыт. Нет, с пятого года, да, когда я ходил в пятом году в депутаты Госдумы, но это был публицистический опыт, я ходил как журналист, уже в пятом году было абсолютно ясно, что мне, я ничем не рисковал, я не рисковал попаданием в Госдуму, да? Это был просто опыт, я написал после этого книгу, я как пастер на себе чуму, я на себе примерил, значит, вот это кандидатство. Два месяца мне хватило. Вот, значит, но я себе могу представить, вот, да, какой-то экономический прогрессивный закон, да, и ты, а ты экономист, и вот ты понимаешь, что это может быть очень правильно, но вот такой расклад, что надо башь на башь поддержать вот это, вот, фигуру этого, да, вот, а он, конечно, негодяй, но закон никогда не знаешь. То есть я, я-то не понимаю, политикой мне, я поэтому и не политик, что я, в общем-то, предпочитаю моральные категории практически, вот, сам по себе в своей биографии. Я поэтому не политик. Но каково политику в этой ситуации? Ну вот мы видели, и мы видели ошибки, и трагические ошибки, и, ну, самое, собственно, конечно, если говорить о политике, то один из уроков больших, общим планом, в истории с Грусинским, Ходорковским, поддержкой, чубайсерской поддержкой войны в обмен на экономические реформы, по итоговой картине, катастрофической, наверное, главный вывод совершенно очевиден, что нравственные категории, обрушение нравственных категорий через какое-то время обнуляет все остальное. Это правда. Вы ответили на свой вопрос, и, на мой взгляд, совершенно не надо заглядывать в конце, в конец учебника, надо просто посмотреть внутрь себя и понять. Вот, то есть, вот просто попытаться на секундочку выйти за пределы вот этой ситуации, что вот замечательный закон, что все круто, все здорово, вот это надо, просто, просто заглянуть в себя и сказать, вот я в этот момент делаю подлость или нет? Игорь, но ответ, да, но ответ-то будет, поскольку заглянуть в себя, а себя много миллионов, то каждый, заглянув в себя, ответит по-разному. Ответит по-разному. Скажите по-разному. Мы сейчас говорим о себе, понимаете? О себе, правильно, но есть целеполагание. Игорь, подожди. Есть целеполагание. Венедиктов, и вот то, что он, глядя в себя, обнаруживал, что электронное голосование это норм, и похвалы Собянину это норм, это приговор, на мой взгляд, Венедиктову, и это не окупается никаким сохранением эха. Я так думаю. я тоже не считаю, я не могу, большого спора не получится, вот почему. Мы возвращаемся, мы кругами ходим, но это, наверное, правильно. Для лучшего запоминания. Значит, спора не получается именно потому, что это оценка, это оценка, и вы имеете абсолютное право на эту оценку. Я в оценке людей, я много раз это говорил, исхожу из их целеполагания, что они, потому что если говорить о неудачах, о компромиссах, это чего человек хотел. И когда, да, ФБК ставят Венедиктова через запятую с Киасаяном и Симонян, да, но они же, да, по формальной предотвежности к кассе Собянина, мне это кажется не чересчур корректным, потому что для меня совершенно очевидно, что целеполагания разные, целеполагания разные. А дальше, это уже персональное дело Венедиктова, в таком, в комсомольском смысле, мы начинаем разбирать его, да, на мой взгляд, в каком-то смысле жертва страсти, это немножко смягчает, но не отменяет совершенно того, что плохого, что он сделал, вот, но и выбрасывать вон то хорошее, что сделал, тоже считаю неправильно. Ни в коем случае, ни в коем случае. Скажите, последний сюжет, который я должен, все-таки я обещал аудитории вас спросить, ваше отношение к, значит, той защите рядового Фридмана и рядового Авена, на которую бросились сейчас весьма достойные люди, в том числе и те, которые, и, кстати говоря, вот Ходорковский занял здесь принципиально другую позицию, я просто хочу это обозначить. Вот, значит, люди там, включая Волков, Пархоменко, Гозман, Чичваркин, Коха и так далее, вот там 9 человек, еще, еще какое-то количество людей, значит, требуют снять санкции с Фридмана и Авена. Ходорковский занял совершенно другую позицию. Он сказал, что, и мне кажется, очень точную позицию занял, что он сказал, что вот, значит, Тиньков, да, потому что Тиньков четко и ясно сказал, что война – это преступление, развежавшие войны Путин и его окружение преступники, и ничего общего с этим я иметь не хочу. Принципиально, другая позиция у Фридмана. И вот мне кажется, что в данном случае фатальная ошибка вот тех людей, которые требуют сейчас снятия санкций с Фридмана и Авена, заключается в том, что нет достаточных оснований, нет гарантий, что ведь почему, что мешает, Фридман же умный человек, так же, как Авен. Они прекрасно понимают, что это преступная война, они это прекрасно понимают, но они этого не говорят. И этому может мешать только три обстоятельства. Либо они рассчитывают все-таки, не поссорятся с путинским режимом и попытаться делать деньги внутри путинского режима. Это один вариант. Второй вариант. У Путина на них есть такой крючок, который они, такой набор компромата, которого они просто боятся. И третий вариант. Они просто вот не хотят там разрушения своих контор, хотя вроде как продали свои активы. Любой из этих трех вариантов означает, что и гигантские состояния могут быть использованы во благо Путина, так же, как это было, когда они ездили в Нью-Йорк в 2018 году, требуя отмены санкций против Российской Федерации. Вот мне кажется, когда речь идет об обладателях таких состояний, это же 15 миллиардов, ну и даже 1 миллиард, это чудовищное оружие, это громадная сила. На Западе сила огромная. Это возможность включить лоббистские структуры, которые будут работать. Что делает Эмунишвили со своим неизмеримым меньшим состоянием с Грузией? Мы это видим. Просто взял страну и превратил ее в путинское отребие. Сейчас, правда, не получается, но тем не менее. Ну вот, понимаете? Я тут на стране, которую вы изложили, на стране оппозиции Ходорковского, я тоже считаю, что, опять-таки, эмоционально можно понять, эмоционально на фоне, понимаете, если отсчитывать от Шойгу и Патрушева, и Бортникова, то вроде как не убийцы, вроде какие-то милые люди. Только этот милый человек Авен, только они помогали следствию по делу Ходорковского, в частности. Хочу напомнить об одном личном мотиве у Михаила Борисовича. И я его очень хорошо понимаю, потому что прокурор уже ни хрена не понимали, а именно, говорят, именно Авен помог, именно Альфа помогла следствию разобраться, найти какие-то слабые места, за что усыпиться и так далее. Но вообще так милые люди не туда едут, ну так просто, чего же, вроде как свои, вот в том-то и дело. Авен еще помогал отмазаться от дела с Алье, то есть там много было. Да, 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 но милые люди такие счетные, понимаете, представить себя чисто антропологически, представить себя за одним столом с Бортниковым, я не могу, за одним столом с Авиным могло случиться, что мог бы оказаться, ну не случилось, но в принципе, ну да, ну где-то там, в каких-то тусовках и так далее. Вот это вот обман, обманчивое, да, что вроде бы в очках, да, тихий в очках университет, в университете в австрийском преподавал, ну то есть это человек, с которым можно сидеть за общим столом, да, с которым можно пожимать руку, но только биография с тех пор, да, дала некоторый клюк, и я согласен, нет, я согласен, что с них снимать санкции ни в коем случае нельзя, это просто не педагогично, это просто не педагогично. Нет, ну в принципе, если люди, так сказать, сделают какие-то шаги, то возможно, они эти шаги не делают. Да, ну разумеется, я из перечисленных вами, я полагаю, что речь идет о, речь идет о втором варианте, о том, что, ну это про Путина, чтобы на каждого лежала такая папочка, такие скелеты в шкафах на всех, это же, он в этом-то он профессионал, я полагаю, что там, с традицией наблюдения, что там такие, такие залежи скелетов, да, и они даже не знают, какие именно главные, понимаете, это мне рассказывали еще на совсем другом уровне, как Отсечина пытался уволиться, какой-то, Отсечина всего лишь, какой-то там, более-менее топ, какой-то менеджер, его позвали, Отсечина, без всякого паблика, и сказали ему, вот, да, от нас так не уходит, сказали, вот просто цитата была, от нас так не уходит, вот от нас так не уходит, вход рубль, выход 100, это понятно, вот, поэтому я думаю, что второй вариант. Посиди на дорожку, в таких случаях. Да, посиди на дорожку, да, 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 вот именно, вот, но это все подробности, а суть дела, все-таки опять хочу с крупного плана на общий, возвращаясь к столовому сюжету, с которого мы начали, понимаете, вот парадокс, вот парадокс, все посрались, да, все друг друга расколосматили, все выкопали скелеты, да, и действительно, скелеты реальные, ничего не выдумано, да, и дикое повреждение репутации, к сожалению, не только персональных, но и вот этого разочарования вообще, особенно с нашим, не побоюсь, что слово русским стремлением к тому, чтобы был какой-то чистый герой, вот совсем чистый, а если там пятнышко есть, то пускай он нас вперед не ведет, да, вот, вот все расколошматили, а в это время противоположная страна, про которую все известно, что они воры и убийцы, для их, вот в чем парадокс, для электората условного, совокупного электората, Венедиктова, Волкова, Навального, вот такого рода факт, это катастрофа, да, катастрофа повреждения репутации, а для совокупного электората Путина, то, что он массовый убийца, это зашибись, а то, что много взял, так мало кто бы не взял, вот в чем дело, вот в чем печальный парадокс, что проступок Волкова наносит тяжелейший удар по его репутации, а несколько развязанных войн Путина, воровство и заказные убийства, убийства совершенно не мешают репутации Путина в их или в его электорате, вот печальный парадокс, надо заметить. Ну, так это все устроено, здесь это мы изменить не в состоянии, изменить, я думаю, что может только тяжелейшее военное поражение, сейчас все-таки все решено. Это правда, это правда. Ну, а дальше репутацию Путина может изменить только репутация потерпевшего поражения, серьезное поражение, вот это могут не простить. Это правда, это правда. Поэтому там репутация иначе устроена, там, так сказать, ценности другие, и, что называется, поэтому надежда на в значительной степени на то, что происходит на поле боя. Это правда. Спасибо огромное. Спасибо. Пожалуйста, выздоравливайте, это вот обязательно. На этих словах я напоследок закажу. Спасибо. Спасибо большое. Выздоравливайте и приходите. Спасибо. Мы без вас очень скучаем. Спасибо вам за это. Я имею в виду своего канала. Спасибо, дорогие друзья, спасибо вам за внимание. И завтра в 7.40, как обычно, мы вместе думаем о том, что происходит в России, в мире и в наших душах. До завтра. Честного. Субтитры создавал DimaTorzok